Почти 40% многоэтажек Шимкента нуждаются в ремонте. Кому-то нужно обновить фасад, кому-то привести в порядок коммуникации в подвале, но больше всего домов, в котором нужна новая крыша. Все это можно отремонтировать по программе «Модернизация жилья». В этом году на нее потрачено 1,4 млрд тенге из городской казны. На эту сумму сейчас ремонтируют 15 домов. В следующем году на модернизацию уже в очередь, но пока неизвестно, хватит ли финансов на всех. Ежедневный строительный шум радует слух, говорят жильцы этой многоэтажки. Обновление фасада здесь ждали несколько лет. Семь лет назад люди купили это жилье по рыночной цене в черновой отделке, но ремонтировать пришлось не только квартиры. В подъезде было опасно ходить, а стены дома во время дождя вообще пропускали дождь в комнаты. Говорят, в подъезде кафель сами положили, но на фасад финансов не хватило, поэтому и попросили провести в их доме модернизацию. Фасад был сыром в виде. Вот как осень, зима, непогода, дожди косые. Стали промокать стены. Аж проходили до квартир. Люди делали ремонт, потому что в основном покупали в черновую. Но все вот это влажно, все переходило в квартиры. Своими усилиями мы не смогли сделать. Ремонт фасада обойдется жителям в 108 миллионов тенге. Правда, пока эту сумму подрядчику выделили из бюджета. Жители будут выплачивать эту сумму ежемесячно в течение 15 лет. Зато они сами выбрали и подрядчика, и даже строительный материал для отделки. А потом и работы будут принимать. Делаем фасадную часть данного здания. Ремонт в рамках программы модернизации. Мнение жильцов учитывалось. Вносились изменения по стройматериалам. Сначала хотели сделать сайдингом, но потом переиграли. И теперь даже делаем утепление. В этом году в Шамкенте модернизируют 15 многоэтажек. Где-то ремонтируют фасады, где-то подвалы, а где-то крышу. Правда, есть старые дома, на которые приходится изрядно тратиться и делать все сразу. В городской казне такие метаморфозы с этажками обошлись в 1 миллиард 40 миллионов тенге. В следующем году в списке желающих отремонтировать дом уже 84 заявки. Правда, все планы могут споткнуться от финансирования. Главное, чтобы городские депутаты одобрили траты хотя бы на половину домов. Из 80 домов, начиная с этого года, уже формируются заявления, заявки того года, переходящие заявки. И в общем числе, как я говорил, 84 домов. Из них 40 домов мы планируем на рассмотрение предоставить местному бюджету. А остальные 44 дома уже планируем на республиканский бюджет. Утвержденная сумма на сегодняшний день где-то по 40 домам, где-то 2,5 миллиарда. Планируемая. Но эта сумма еще меняется. Что касается финансирования из республиканской казны, то это будет в виде бюджетного кредита. То есть средства придется возвращать туда. Но опыт такого ремонта домов у Шымкента уже был 3 года назад. Тогда освоили 1,5 миллиарда тенге. Правда, кроме финансирования, неожиданная проблема может возникнуть и с жильцами. Даже с теми, кто принес заявку на модернизацию. Порой люди отказываются участвовать в проекте, когда уже готовы все документы для выделения денег. Но говорят, что таких наказывают. И им придется выплатить все средства, которые государство затратило на разработку пакета документов. Марина Низовкина, Виталий Занитинов, Атамикен Бизнес, Шымкент.